Александр Исаевич Солженицын Александр Исаевич Солженицын В общем-то, на самом деле, тут мы под одной обложкой или под одним названием имеем как бы два романа. Сам Солженицын называл эту повестью, но, бог с ним, в данном случае могу я с ним не согласиться, я думаю, такое несогласие мне простят. На мой взгляд, это всё-таки роман. Так вот, почему я говорю, что это как бы две разные книги? Ну, буду по порядку. Роман писался в 1955-58 годах. Роман писался во времена, ну, вы помните, Солженицын прямо с фронта по доносу в письме, там он написал что-то нелицеприятное о Сталине, был арестован и с фронта отправлен в ГУЛАГ. И пробыл там 8-9 лет. И потом, когда освободился, вышел на волю, то после смерти Сталина это произошло. Отправляется к себе в Рязань, где работает учителем математики и пишет. Пишет вот по следам того, что вот пережил совсем недавно. На самом деле, писательский дар у Солженицына проснулся ещё раньше, ещё до того, как он попал на фронт, ещё до того, как попал в лагерь. Ну, как я сказал, обо всём творчестве говорить сейчас не буду. А вот впечатление, ну, куда денешься, свежее совсем. И там он пишет воспоминания в своей Рязани, работая учителем математики, потихоньку, ночью, вечером, там, ну, в общем, чтобы никто не видел, не заметил, не знал о том, как он работал, пребывал в заключении в такой шарашке. Видите, какое слово Марфина. Ну, Марфина это место, где находилась эта шарашка. А что такое шарашка? Это спецтюрьма МВД КГБ. То есть, когда попадали в ГУЛАГ люди, то, ну, не всех отправляли валить лес или намывать золото. Ну, попадались там учёные, серьёзные учёные, с именами. Короче говоря, их использовали. Использовали вот уже не на лесоповале или там на каких-то других работах, а создали так называемые шарашки. Их было несколько. Это были своего рода такие институты, где работали люди, но люди вот подневольные, арестованные. То есть, там соблюдался тюремный режим и прочее. Ну, день свой они проводили вот за столами, с карандашом в руках, там, с вычислительными какими-то машинками. Ну, я не знаю, тогда компьютеров не было, там, на феликсах считали. Ну, так или иначе, что-то вот такое делали. И рассказ там ведётся о периоде определённом. Это 47-50 год. То есть, годы, которые Солженицын и провёл в этой самой шарашке, в этом вот закрытом институте или спецтюрьме. Как я уже сказал, написан он был в 55-58 годах. И писал его Солженицын, ну, без всякой надежды, что вообще когда-либо, где-либо, кто-либо это опубликует. Ну, подспудно он вынашивал замысел. Потом он уже рассказывал об этом, что вот он думал, когда напишут ни одну, ни две вещи, а накопится какое-то серьёзное количество материала, какое-то количество произведений, то, может быть, их удастся переправить на Запад и опубликовать там. Но, поскольку в Советском Союзе говорить о лагерях, о тюрьмах, о том, что вообще существовал ГУЛАГ, ну, как это? Несмотря на то, что уже был 20-й съезд, 21-й, 22-й, уже разоблачали культ личности Сталина и уже вроде как начали говорить на эту тему, но, тем не менее, Солженицын по-прежнему во всё это не верил. И, в конце концов, так получилось, что друзья, а друзья, а те самые, с которыми он вот находился в заключении, кто-то из них там где-то работал, какие-то контакты, связи, короче говоря, предложили ему отправить одну из своих рукописей Твардовскому, это в новый мир. Опять же, об этом сейчас не буду рассказывать, потому что это тоже целая история, как эта вещь, это произведение, на самом деле, «Один день Ивана Денисовича», в конце концов, было опубликовано. Потому что там лично Никита Сергеевич Хрущёв дал указание печатать. Потому что никакая цензура тогда бы этого не пропустила. И Солженицына, ну, разыгралось воображение. И опять же, друзья наседали, вот, ну, время подошло и так далее. И он решается, в конце концов, передать Твардовскому в новый мир ещё два произведения. Это вот «В круге первом», о котором я вам собрался рассказать, и ещё «Раковый корпус». Раковый корпус оставим сейчас в стороне, а Иван Денисович более-менее что-то такое я уже говорил в предыдущих видео. А вот «В круге первом». И Солженицын, тем не менее, перед тем, как передать этот вот свой «В круге первом» Твардовскому, садится и его переделывает. То есть он понимает, что в том виде, в каком написалась эта вещь, её всё равно ни Твардовский, никто не опубликует, никакая цензура его не пропустит. И поначалу в повести или в романе было 96 глав. Но, значит, после переделки они, эти 96 глав, превратились в 87. Произошло это в 1964 году, то есть Солженицын просто выбросил из своей книги целый вот большой блок материала, то есть вот сколько-то глав, где понимал, что это никто никогда в печать не пустит. И, значит, остались эти 87 глав. И что любопытно, Солженицын потом без конца будет этим пользоваться, что вот вариант 96 глав, он так и назывался, «Круг 96» и был «Круг 87». Видите, мы уже подходим к тому, что вроде как всё-таки две разные книги, поскольку по объёму они уже отличаются. Но на самом деле тут дело не только в объёме. Как я сказал, то, что цензура не пустит, Солженицын вымарал, но он изменил и сюжет. И в сюжет внёс такие изменения, о которых, ну, о которых давайте я скажу чуть-чуть позже. Почему? Потому что сейчас давайте я лучше вам расскажу о том, как выглядел этот вот круг уже восстановленным. А когда он его восстановил Солженицын, то он опубликовал его в том же «Новом мире» уже после того, как вернулся в Россию, в Советский Союз. И отдельной книгой он выходил. И вот той публикации там предшествовало, ну, назвать это эпиграфом нельзя, но во всяком случае такое вот, такое заявление, что ли. И я давайте приведу его на своей доске. Судьба современных русских книг, если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским мастером. Перья потом доплывали. Так и с этим моим романом, чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, вернее, разобрал и составил заново. И в таком-то виде он стал известен. И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь, а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил. Ведь тогда мне было 40, а теперь 50. И снизу это продолжение. Написан 1955-1958, искажен 1964-й, восстановлен 1968-й. То есть, видите, восстановил-то он его в 1968-м, но в публикации он все равно не появился. Что любопытно, что тот вот первый вариант, круг 87, как называл его Солженицын, он ходил по рукам. Поскольку он его передал в Новый мир, поскольку он обсуждался этот роман в Союзе писателей, в ЦДЛ, там, собирались и спорили, доказывали, говорили что-то. То есть, как бы из рук ушел. И в таком виде он оказался на Западе, где и был издан в Инкопресс, в Посеве. Но сегодня это уже раритет. Но, как я сказал, что тот вариант 87 отличался от того, о котором я вам сейчас буду рассказывать, не только по количеству глав, но и по содержанию. Но давайте вернемтесь к той книге, к тому варианту, какой вы, если зайдете сегодня в магазин и купите книгу, то вот так это будет выглядеть. Или если кто-то разыщет номера Нового мира, когда этот вариант, наконец, был опубликован. Ну и прочее. Действие происходит в Москве, этого романа. И буквально занимает это всего какие-то три дня. А речь идет о 1949 году. То есть, когда происходит это событие. И там, буквально в первых главах, появляется такой советский дипломат, служащий Министерства иностранных дел СССР. И зовут его Иннокентий Володин. И вот этот самый Иннокентий Володин звонит в американское посольство и сообщает там, что пытается, во всяком случае, сообщить, что советской разведкой готовится похищение сведений, касающихся производства атомной бомбы. Там в тексте даже упоминается имя человека, который должен там в каком-то магазине где-то там в Нью-Йорке встретиться с кем-то, где ему вот это передадут. И долгое время считалось, что это имя вымышленное. Но потом, уже годы спустя, оказалось, что такой разведчик с таким именем действительно существовал. То есть, видите, Солженицын тут хоть и художественное произведение, естественно, там присутствует вымысел и прочее. Но какие-то факты вот совпадают с реальностью, совпадают с действительностью. Они получили после своего подтверждения. Позвонил он в это американское посольство. Естественно, звонок был, ну, совершенно бессмысленный. Кто-то звонит с улицы и вдруг посол американский станет вообще внимать тому, что ему говорят. Этот Володин жутко переживает. Он пытается изменить свой голос. Он понимает, что говорить надо буквально несколько секунд, потому что знает, ну, поскольку-то работает, да, в Министерстве иностранных дел, что все звонки подслушиваются. И действительно, этот звонок, который был совершен в американское посольство, был прослушан соответствующими органами, записан на пленку. И возникает вопрос, а кто это звонил? Ну, поскольку это Володин, не дурак, звонил он, естественно, не из дома, не с работы или ниоткуда, он на улице заходит в телефон-автомат. И вот сотрудникам КГБ становится важно выяснить, а кто же вообще мог это сделать и вообще совершил такое предательство. И тогда вот эту ленту, на которой была эта запись, отправляют в шарашку Марфина. Ну, видите, вначале я уже сказал, существовала такая шарашка, реально существовала. То есть это вот институт такого закрытого тюремного типа, так можно сказать. А чем занимались заключенные в этой шарашке? Основная тема, которой они там занимались, они должны были разработать аппарат секретной телефонии. Ну, так это написано в Солженицыной. Ну, дальше становится понятно, в чем суть этой секретной телефонии. Это было по заданию из Кремля, лично Сталин хотел заполучить такой телефон, что вот он снимает трубку, звонит кому-то, да, и на другом конце провода его слушают, естественно. И вот если кто-то подсоединится к этому проводу, он может подслушать этот разговор. Так вот, надо сделать так, чтобы произносимые слова тут же превращались в какой-то шифр, который посторонний не может понять, а на том конце провода все это восстанавливалось, и снова получался текст, который, значит, подчиненный, которому отдается распоряжение, приказ, мог бы все это понять и выслушать. То есть вот такое вот задание. Ну, как вы догадываетесь, тема, в общем-то, близкая отчасти к тому, что вот возникло в связи с этим Володиным. И в эту, значит, маршинскую шарашку приезжает представитель КГБ и с заданием. Вот, лента, вы тут лингвисты, вы тут специалисты, вы тут шифровальщики, вы тут все это умеете разбирать, переводить и прочее, раз работаете над такой проблемой. Вот, пожалуйста, расшифруйте и вычислите, чей это голос, то есть идентифицируйте человека, который звонил и пытался американскому послу передать вот такую крамольную информацию. И там в этой шарашке, естественно, действуют персонажи, там действует такой Глеб Нержин, это, в общем, протагонист Солженицына, ну, как бы вот себя он воспроизводит в образе этого самого Глеба Нержина. И еще действует такой Лев Рубин. Там на самом деле еще много разных персонажей, я всех перебирать не буду, это получится очень длинный разговор. Но этот Лев Рубин, это тоже реальный человек, копили его фамилии на самом деле. И там происходит между ними спор, конфликт, на котором, собственно, и держится весь роман. То есть Глеб Нержин, человек, который уже прошел ГУЛАГ, уже прошел там лесоповал, прошел все это и попал в эту шарашку, поскольку вот он там математик и прочее. И, в общем-то, он понимает, что это спасение какое-то, поскольку там кто намывает золото, кто квалит лес и вообще там на далеком севере торчит, то не всякий выживает. А здесь все-таки, ну да, все равно тюрьма, все равно неволя, но, ну, тем не менее, все-таки как-то можно жить, можно оттянуть свои 10 лет, и, кто знает, может, в конце концов выйти на свободу. Так вот, он разочаровался уже и в советской власти, и в доктрине коммунистической и прочем. То есть он ни во что это уже не верит. А вот Лев Рубин, он другой. Он лингвист, германист, то есть, в общем-то, ну, ученый. Но, тем не менее, преданный партии, преданный ее идеалам, и он воспринимает то, что вот он попал сюда, но что это ошибка. Что, несмотря ни на что, что с ним тут происходит, и что все это несправедливо, и что он сидит ни за что, и, конечно, он должен быть на воле и прочее, прочее. Тем не менее, из-за этой ошибки, вот, относиться негативно, отрицательно к самой по себе идее построения коммунизма, к самой по себе доктрине, на которой зиждется, вот, советское государство. И они вот непрерывно спорят на эту тему с Глебом. Ну, на самом деле, как я уже сказал, там присутствуют и другие персонажи, которые тоже принимают участие в этих спорах, в этих деспотах. Ну, вот такая ситуация. И вот теперь вообразите, что сюда, вот в эту лабораторию, в этот институт, лично Абакумов, ну, это глава КГБ, в те времена присылает своего посланника, не с просьбой, с требованием, это приказ, расшифровать эту ленту. То есть вычислить, идентифицировать, кто этот предатель, который звонил в американское посольство. И, конечно, все, и тот же Нержин, и тот же Рубин, прекрасно понимают, чем это кончится. Что человек, который звонил, ну, все, с ним расправится. Откуда этот человек, какой пост он занимает, и вообще располагает подобной информацией. Потому что, когда ленту они прослушали, они поняли, о чем идет речь. И снова встает вопрос. Нержин отвечает себе на него так. То есть, если я выполню это задание, то, в общем, пострадает человек, ну, в чем-то такой же, как и я. Вот я разочаровался в советской власти, я вот понял, что эта доктрина ложная, что она ведет в никуда, что это катастрофа, что надо что-то менять в обществе. И этот человек, который вот на этой ленте, голос его присутствует, очевидно, тоже пришел к таким же мыслям. То есть, просто я его сдам в руки вот Абакумова, в руки КГБ. И что его там ждет, не надо рассказывать. А для Льва Рубина, как вы понимаете, все выглядит совершенно иначе. Ну, как это так? Предатель. Да, конечно, надо расшифровать. И он из кожи вон лезет, чтобы расшифровать вот этот голос и вычислить этого самого Володина. Но это мы знаем, это Солженицын, поскольку пишет роман, знает, что это Володин. Но люди, которые находятся в этой шарашке, естественно, этого знать не могут. И вот на этом конфликте, как я сказал, держится повествование. В конце концов, ну, я уже забегаю вперед, поскольку не моя задача тут вам весь сюжет пересказывать. В конце концов, Нержин отказывается. То есть, он выбирает страшный путь. Он понимает, что его отказ приведет к тому, что его выкинут из этой шарашки и снова отправят там в Сибирь, на север, неведомо куда. Снова будут эти этапы и прочее. То есть, ну, не всякий человек способен на такое решиться. Но против совести он поступить не может. А вот что касается Льва Рубина, то он, значит, продолжает свою работу и, в конце концов, доводит ее до финала. В конце концов, удается вычислить, чей этот голос. Ну, там удается вычислить, там предположение возникает, что это вот два или три человека. Ну, для КГБ это уже не очень серьезно. А один из них точно предатель. В общем, короче говоря, этот самый Володин попадает в застенки КГБ и там начинается уже его часть. Ну, кончает он очень плохо, естественно. И тут возникает еще один вопрос, на который я, может быть, должен был ответить раньше, но, видите, отвечу сейчас. Конфликт конфликтом. Но название романа почему, собственно, в круге первом? Это на самом деле из Данте. Ну, помните его божественная комедия, где он описывает ад, чистилище, рай. И по христианской традиции, и по Данте, в данном случае, следует этой традиции. Ад это семь кругов. Ну, самое страшное, это, естественно, седьмое. Это самое дно там. Кто читал божественную комедию, то волосы дыбом встают, когда добираешься до этих кошмарных описаний, что там в седьмом кругу ада творится с этими грешниками. Ну, Данте был образованный человек, умный человек. Он мучился такой задачей, таким вопросом, ну, как же вот в духхристианскую эпоху? Ну, не знали еще о пришествии Мессии еще, Христос не явил себя этому миру. Но, тем не менее, жили умные люди, философы, поэты, Платон, Аристотель, трагики великие, да, Исхилл, Софокл. Ну, масса была вот таких вот людей, и именно потому, что они не исповедовали христианскую веру, то они должны были попасть в ад. И поэтому Данте, когда пишет свой ад, ну, куда деться, он обязан их туда поместить. Но не может он их поместить на дно этого ада. И тогда он их помещает вот на этот первый круг. То есть, вроде как ад, но еще не очень страшный. И вот, собственно, эту идею Дантову и заимствует в данном случае Солженицын. То есть, да, вот эта шарашка, на которой работают эти ученые, что это ад, конечно. Тюрьма есть тюрьма. Но, тем не менее, первый круг, то есть, не самое дно этого ада. Вот на дно этого ада отправляется нержин, когда отказывается выполнять вот задание, которое пришло из Кремля. А, как я сказал, другие персонажи, в частности Рубин, соглашаются. И вот, видите, я вам теперь объяснил название. Но я ведь начал с чего? Что было два варианта книги. И отличались они не только количеством глав, а еще и по содержанию. Так вот, что проделал Солженицын, когда понял, что с одной стороны открылась какая-то ниша. Я уже говорил, эти разоблачительные речи Никиты Хрущева, там, и прочее, и прочее. Когда удалось опубликовать один день Ивана Денисовича, и вот возникает желание, естественно, опубликовать и свои другие вещи. То есть, не хочет Солженицын их отправлять на Запад. Это вообще, кстати, не только этому периоду его жизни соответствует, но и более позднему. Он всегда старался, хотел, вообще мечтал, чтобы все им написанное было издано именно в России, в СССР тогдашнем. Но ни в коем случае не на Западе. Запад это от безвыходности. И поэтому, видите, сколько лет он держал эти рукописи, не отправлял туда, хотя возможности, конечно же, были. Так вот, и когда он видит, что появилась возможность все-таки напечатать этот свой в круге первым, Ну, как он изменяет сюжет? Он выхватил, в общем-то, сюжет из такого расхожего фильма. В 40-е годы таких фильмов было ни один и ни два. Что вот, ну, он в частности выбрал такой сюжет, что вот существует какой-то профессор медицины, большой какой-то там, и вот он изобрел, открыл лекарство, какую-то вакцину, которая может спасти людей от рака. И он решил эту вакцину, этот секрет этой вакцины передать французским врачам. Ну, в силу вот солидарности, что если все врачи всего мира, вне политики, вне всего человеческой жизни, на первом месте, и вот если я открыл, и если у нас в России почему-то не реализовывают это открытие, а, отдам французам, они скорее изготовят эту вакцину, и в конце концов начнут спасать людей. Ну, там, естественно, должна состояться встреча в каком-то месте, где физически будет осуществлена вот эта передача, и опять КГБ. То есть, она следит за ним, она знает, что должна состояться такая встреча, и там, естественно, профессора арестуют, что вот он передает вакцину и прочее. И, опять же, Володин присутствует, то есть вот этот человек, этот главный герой, который был в первоначальном и в том окончательном варианте, о котором я вам рассказал, но звонок его теперь не в американское посольство, а в дом, в частный дом, в котором живет этот самый профессор. И там он попадает не на профессора, а на его жену, в общем, тоже пытается поговорить с профессором. Жена его долго не подзывает, Володин нервничает, поскольку он понимает, что долго говорить нельзя. Хотя, опять же, все по той же причине, он знает, что все телефоны прослушиваются, и если этот человек, профессор, уже на поводке, что называется, у КГБ, то, конечно, все звонки, поступающие в его дом, точно будут записаны. Но жена там... В общем, такой какой-то нехороший получается разговор, ничего этот Володин не добивается, и дальше все идет своим ходом. Профессор, естественно, пострадал, но к чему я тут вас пытаюсь подвести? Видите, насколько вот снижение происходит той проблематики, которую поднял Солженицын в своем первоначальном и окончательном варианте, ну, буду говорить, в круге 96. И из-за этого многие вещи в тексте смотрятся, ну, какими-то надуманными, натянутыми, нереальными. То есть, понимаете, когда человек типа Володина, человек, сделавший блестящую карьеру, работает в Министерстве иностранных дел, больше того, Солженицын там скажет, что он вот накануне находится в какой-то очень важной командировке, поездке за границу. Ну, можете себе вообразить 50-е годы, и человека выпускают за границу в какую-то там капиталистическую страну, то есть, лояльность доверяют ему. То есть, действительно, пробился, что называется, наверх. И вдруг бросает вот всю свою жизнь на эту карту, что вот я должен сообщить американцам, что состоится такая сделка. Тут возникает еще один вопрос, и там много рассуждений будет на эту тему у Солженицына. А как же так вообще? Вот у американцев есть атомная бомба, а у нас нет. Но, с другой стороны, он же понимает, Володя, он много думает на эту тему, что если страна устроена так, как устроена, если страной управляет диктатор, который, в общем-то, может принять абсолютно любое решение, то можно ли допустить, чтобы в руки этого диктатора вот попала эта атомная бомба? Вопрос очень сложный, ответы неоднозначные, и там этому Солженицын посвящает очень много места рассуждениям на эту тему. Но, во всяком случае, когда читаешь текст, это звучит достаточно убедительно, что человек поставил на карту свою жизнь, карьеру, будущее, все, потому что вопрос ему представляется вот такой необычайной, ну, всечеловеческой важности. А когда мы читаем вариант французский, скажем, или лечебный, врачебный, или вот с этой самой вакциной, то здесь задевает вот какая-то неестественность. Все-таки, ну, не та проблема, не той силы проблема, так скажем. И едва ли бы Володин действительно бросил на карту всю свою жизнь, карьеру, будущее, семью, ну, там много всего, для того, чтобы вот спасти какого-то профессора, да, наверное, очень хорошего человека, наверное, альтруиста, наверное, действительно желающего вот спасти человечество от такой страшной болезни и прочее. И вот все эти нестыковки, они как-то режут глаз. Но на самом деле и это еще не все. Есть еще вещи, которые начинают высвечиваться даже не только в этом варианте, ну, медицинском, так буду его называть, но и в атомном. Поскольку, ведь, смотрите, хорошо, да, Нержин вот отказывается выполнять такое задание и отправляется, не знаю, в Сибирь на лесоповал или куда-то еще. Не верит он в то, что существует, в то, что построили. То есть это не тот коммунизм, не тот социализм, о котором он мечтал. А он мечтал о нем таки. И вот там в его рассуждениях личных начинают просвечиваться какие-то моменты, в которые ты начинаешь понимать хорошо, если тебе не нравится то, что есть, то у тебя должен существовать некий идеал. А как же оно все-таки должно быть? И вот это, как же оно все-таки должно быть, и в переделанном варианте медицинском, и в этом варианте атомном настораживает. Поскольку вот в демократическое устройство общества, начинаем мы замечать, Солженицын не верит. С его точки зрения идеальное общество, в котором можно жить, должно быть устроено как-то иначе. То есть кто-то, какие-то личности, должны брать на себя ответственность и тянуть всех за собой. И не просто тянуть, а должны проникнуться уверенностью, что они знают, как должно быть. И вот это вот знание, как должно быть, не мнение большинства, не разделение властей, не вся эта демократическая или парламентская, как будет называть ее Солженицын, говорильня, все это ерунда. А вот именно вот такая вот мощная личность, которая вот потянет все на себя и всех поведет за собой. Потому что она знает, как должно быть. И Сталин, ведь именно с такой позиции и руководил страной Сталин. То есть он считал, что да, он знает, что так вот хорошо, что так вот общество должно быть устроено, и что по-другому никак быть и не может. И там в романе присутствует глава, на самом деле не одна, но одна глава выделяется, которая целиком посвящена образу Сталина. И вот помните, когда я вам рассказывал в предыдущих видео, я говорил о писателях, художниках, приводил примеры, цитаты, и все они, в общем-то, сводились к тому, большинство, во всяком случае, что автор должен вжиться в своего героя. Что герой, в конце концов, это какое-то живое существо. И оно в какой-то момент, когда автор его уже воплотил, когда оно по-настоящему оживает и начинает действовать, оно начинает автору диктовать свои условия. То есть автор не может заставить его поступать так, как ему, автору, хочется. Либо он грешит против своего авторского вдохновения, назовите это так. И об этом говорили, помните, и Пушкин, и Толстой, и Горький, и Замятин. Ну, много я вам примеров приводил. А вот солженицем это нарушает, явно нарушает. И больше всего, и ярче всего это видно именно в главе, посвященной Сталину. Потому что не вжился он в этот образ. Не подумайте, я отнюдь сейчас это говорю не с точки зрения, что я симпатизирую Сталину, а Солженицын не симпатизировал. Нет. Я сейчас вообще отхожу от этой позиции. Мои симпатии, антипатии не имеют никакого значения. Я говорю исключительно о художественной правде. Ведь солженицыным была написана и другая книга. Ну, которая потом вошла в Красное Колесо. Ну, другая книга. Это «Ленин в Цюрихе». И вот Владимира Ильича он изобразил. Вжился. Вжился настолько, что потом, годы спустя, я начал понимать, это мое личное открытие, хотя потом я натыкался на эти мысли и у других авторов, что вот для него Ленин был действительно, ну, каким-то идеалом для Солженицына. Во всяком случае, он и себя во многом ощущал вот именно фигурой такого же плана. И поэтому вжился, поэтому сумел. И поэтому «Ленин в Цюрихе» при всем, что там происходит, можно опять же не испытывать ни малейших симпатий к этому человеку, к этому персонажу, которого выводят на своих страницах Солженицына. Но не поверить, подумать, что это неправда, невозможно. Он живой, он настоящий. Понимаете? Он вот действительно, наверное, был таким. А вот когда читаешь про Сталина, это просто режут глаза. Это натянуто, надумано. Это ирония, это ерничание, это издевательство. Все тут у Солженицына присутствует, кроме одного – убедительности. И я задался вопросом, а почему же это так? Ну, Сталина можно критиковать, можно говорить все, что угодно. Но если ты выводишь на странице романа образ героя, вживись в него. А Солженицын вжиться не смог. И вот из этого потянулись все-все-все следствия. И все, что произошло с Солженицыным потом, на мой взгляд, уже можно было рассмотреть именно здесь. Но Солженицын был тогда светочем. Он выступал против строя, против режима. То есть он бодался с дубом, на что мало кто решался. А те, кто решались, очень многие из них очень быстренько отправлялись в края, откуда не сильно поборешься. А вот Солженицын смог, поднялся до этой борьбы. И то, что потом произошло, остается только развести руками. Но разводить руками мало. Надо все-таки объяснять. А чтобы объяснять, я должен перейти к другой теме. К теме вот именно Солженицына после. В круге первом. Хотя все, что я буду рассказывать потом, с этим кругом связано. Поскольку, как видите, я вам уже поведал, да, что все эти вещи, все эти моменты, все эти симптомы будущего Солженицына можно было разглядеть здесь. Но ослепленные тем, что противостоит, борется и так далее, мои современники, я в том числе, ну, не заметили. Но давайте я здесь остановлюсь. Разговор о Солженицыне уложить в один ролик совершенно невозможно. И поэтому я продолжу то, о чем начал в следующем. И давайте сейчас попрощаемся. И обещаю, что очень скоро снова появлюсь на ваших экранах. Всего хорошего. Продолжение следует...